Морковь Морковь – один из самых привычных на наших огородах корнеплодов. Тем не менее, и здесь идут постоянные селекции, совершенствующие знакомые сотни лет продукт. Селекция направлена на то, чтобы корнеплоды были засухоустойчивы. Это в основном на йоге. Более устойчивы к болезням и вредителям. На получение хорошей урожайности. То есть над всем этим работает сейчас селекция. А вкус? Вкус. Конечно же, чтобы было много каротина. Например, вот таких вот три замечательных корнеплода. Это что у нас? Это у нас шантаней роял. Красавица. Очень удобно чистить. Очень удобно чистить. И вот корнеплодик сам такой небольшой. И очень хорошая. Сердцевина очень хорошая, и окраска очень хорошая. Очень хорошо свежем потреблении. И просто замечательно для зимнего длительного хранения. Морковь хороша тем, что не требует тщательного ухода. Мы сеем морковь на глубину полтора-два сантиметра. Все это вручную делается. Всходы появляются на десятый день. Потом просто проводятся у нас уходные работы. Это про полка, рыхление, прореживание, если слишком густо посеяно. А насчет полива морковь, она не такая уж влаголюбивая, скажем так. Она можно поливать раз в месяц. Тем, кто закладывает морковь на зимние хранения, необходимо следовать определенным правилам. Уборку надо проводить, когда температура почвы будет ниже 15 градусов. То есть, когда корнеплод уже остынет от горячей почвы нашего знойного лета, не совсем, конечно, знойного, тогда можно будет убирать. Для чего? И нельзя убирать в сырую погоду, потому что все корнеплоды, когда будет проходить уборка в дожде, могут просто загнить. То есть, для того, чтобы хорошо хранились корнеплоды, лучше всего хранить либо корнеплоды в ящичках, в опилках, для того, чтобы и в том месте, где будет очень мало влаги. Но желательно, чтобы было не очень много сырости. То есть, мы можно весь полученный наш урожай положить в опилки, в ящик, и все, в принципе, либо в полиэтилен замотать все. Но так, чтобы мешок дышал. И, конечно, какой российский огород без свеклы? Чем отличаются сорта свеклы? Сорта, в первую очередь, отличаются по спелости. Они разделяются на раннеспелые, среднеспелые и познеспелые. Вообще считается, что раннеспелые – это сорта с плоской формой корнеплода. Среднеспелые – с округлой, и познеспелые – с цилиндрической. То есть, они формируют корнеплод где-то за 120-130 дней. Если раннеспелые формируют за 80-90 дней, то вот уже сорта с цилиндрической формой корнеплода формируют за 120-130 дней. Она бывает более сахаристой, бывает менее, бывает более лёжкой, бывает менее лёжкой. Вот какие сорта лучше в зиму, а какие лучше в салаты? Как вы думаете, скажете? Во-первых, корнеплоды, которые предназначаются для хранения, их нужно сеять не раньше 20 мая. С 20 мая и до начала июня. Тогда эти корнеплоды убираются в сентябре и будут лежать. Будут пригодны для хранения. Если вы хотите корнеплоды для ранней свежей продукции, то высевать нужно в начале мая. Значит, раннеспелые группы, они, как правило, не подходят для хранения. Для хранения идут среднеспелые и познеспелые, то есть сорта с округлой с цилиндрической формой корнеплода. У этого корнеплода высокая устойчивость к болезням, но есть одна беда – циркоспороз. Наиболее распространённая болезнь на свёкле – это циркоспороз. То есть, как только появляются жёлтые пятнышки и на листьях свёклы, нужно её обрабатывать. Обрабатываем таким препаратом, как скорб. А ничего страшного? Некоторые боятся химических препаратов. Никак этот не отразится? Нет, мы её обрабатываем в начале вегетации, когда только появляются молоденькие листочки настоящие. То есть период разложения этого препарата 20-30 дней. Ну и главный вывод – внимательно подбирать семенной материал. Тогда и урожай вас не разочарует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова